Тем более, что с человеческим ресурсом у Евгения проблем не будет. Очередные стенания жен, матерей и солдат – тому явные доказательства. Мы просим, чтобы наших ребят отозвали с данной задачи, так как они не имеют должной подготовки и опыта. На основании вышеизложенного мы просим дать разрешение на поставку орудий и боеприпасов. Вы знаете, это как жирным овцам. Просить голодного волка о пощаде. Обращаемся к Владимиру Владимировичу Путину и Шойгу Сергею Кужебетовичу. Просим нам помочь. Мобилизованные наши три месяца проходили обучение по военной специальности артиллерия. 27 декабря 2022 года были отправлены в СОН СВО, где два месяца находились в ожидании артистов артиллерии. В начале марта ему сравнили, что теперь они штурмовая кухота. Обучение... Мой муж с любимыми мобилизованными артиллеристами находится на линии соприкосновения с противником. Мобилизованных наши бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. Да, пока что они еще взывают к царю Владимиру бледное солнышко. Но мы же знаем, что он им ничем не поможет. Перед штурмом командование обещало нам, что будет артподготовка, будет поддержка. Но этого не было. Нас просто послали в штурм под огонь вражеской артиллерии. И мы несли потери уже на посту, на самих посту, в общем начале. Уцелевшие, ну несмотря на это, уцелевшие сумели занять позиции, указанные командованием. После чего нас просто начали накрывать плотным огнем арты, танков, минометом, даже вертолеты были. И даже после этого от подготовки оказано не было. Нас там просто бросили. Эвакуации не было. Некоторые раненые там пролежали на поле боя 6 часов, почти 6 часов. После чего их просто взяли в плен. Дальше ситуация будет только усугубляться. А значит армия недовольных, которую и может возглавить Пригожин, будет только расти.